И сейчас ее надет. Масочка должна быть на человека одета. Надет она полностью должна быть. В Самарском метро проверка масочного режима. Пассажирам напоминают, наличие маски по-прежнему обязательно для всех. Проход без средств индивидуальной защиты, а именно масок, на территорию метрополитена запрещен. Также у нас имеются объявления звуковые, которые регулярно передаются на станциях о том, что необходимо соблюдать масочный режим в течение всей поездки. В вагонах метрополитена, также на экранах видеомониторов, социальная реклама, которая также предупреждает о соблюдении масочного режима. Сотрудники метрополитена замечают, пассажиров, которые нарушают масочный режим, стало заметно меньше. Самарцы ответственно относятся к своему здоровью. Конечно, прежде всего и свое здоровье, и людей, которые рядом находятся. Я считаю, что это очень хорошо, что у нас сейчас все дисциплинированно подходят к этому делу. По информации городского департамента транспорта, начиная с сентября прошлого года, почти 11 тысяч пассажиров не допустили в Самарское метро из-за нарушения масочного режима. Антимасочников не пропускают на входе у турникетных зон. Также проверяющие следят, чтобы пассажиры не снимали маски, ожидая поезда на платформах и находясь в пути. Контроль охватывает все виды общественного транспорта города. Всего с начала октября на нарушителей масочного режима составлено 220 протоколов. Так как в рейде с нами участвуют еще и сотрудники полиции, в отношении такого гражданина тут же на месте составляется административный протокол к статье 20.6.1. Часть первая, там предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Контроль за соблюдением масочного режима в Самаре продолжится. Также в общественном транспорте регулярно проходит дезинфекция. Все контактные поверхности специалисты обрабатывают специальным обеззараживающим средством каждые два часа. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.